Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как сшила себе на кухне новые ланчматы. Я покажу, как красиво обработать евроуголок и сделать по периметру ланчмата красивую ровную рамку. С помощью одного очень простого приема мы сделаем всю разметку, и у вас получится идеально ровная подгибка с закрытым срезом. С вами Ольга, вы на канале Швейный Советник, и мы начинаем шить. Для пошива ланчмата я буду использовать декоративную ткань для верха, утеплитель для термопрослойки. Утеплитель можно использовать любой. У меня это Мейда, которую я купила как-то для пошива курток, но она мне в работе не понравилась, поэтому она лежала без дела, и я решила ее пустить на ланчматы. Она достаточно тонкая, но термоизолирующими свойствами владает хорошими. И нужна ткань на подкладку. Ткань верха выбираете по необходимым вам размерам. У меня это была полотенечная ткань, она купонами. Купон достаточно крупный, значит у меня получатся большие ланчматы. Это вафельное полотно в рулоне было слегка перекошено, поэтому когда я нарезала его на фрагменты, то есть разделяла по купонам, они у меня все получились немного отличающимися по размеру. Поэтому сначала поработаем с тканью верха, а как рассчитать размеры подкладки и термопрослойки, я расскажу чуть позже. Прежде всего эту ткань я поутюжила, убрала косину, проверила, чтобы у меня везде были прямые углы. Сам по себе так рисунок напечатан, что вроде бы здесь должна быть четкая рамка, но она немного здесь не по прямой линии, то есть волокна в ткани слегка куда-то уходят. Вот, поэтому на это внимание я обращать не буду. Главное, чтобы у нас кусок по своей форме был правильный, то есть прямоугольник или квадрат. Для того, чтобы сделать красивую европодгибку, я воспользуюсь таким приемом, как строчка-линейка. И сейчас я проложу строчку-линейку на 1 см от среза по всему периметру ткани верха. Вот у меня на игольной пластине отметка в 1 см. Я уравниваю срез ткани с этой меткой и прокладываю строчку. Длину стежка ставлю побольше на 4 см. Впоследствии эту строчку-линейку можно будет выдернуть, поэтому облегчим себе задачу. И прокладываем по всему периметру обычную строчку. В конце не разворачиваемся на игле, а просто выходим с ткани. Закрепки в данном случае также не нужны. Вот такая получилась строчка-линейка. Теперь идем на утюг и делаем заутюжку по строчке-линейке 1 см на изнанку. При этом автоматически по строчке-линейке у нас формируется переокантовка на изнаночную сторону на 1 мм. Заутюживаем 1 см по всему периметру ткани. Заутюжку по строчке-линейке сделали. Либо она должна получиться у вас прямо по сгибу, либо на 1 мм от сгиба. Но чтобы она не торчала на лицо и вот так, чтобы сгиб у нас не плавал. Теперь относительно этого сгиба я проложу вторую строчку-линейку. По итогу я хочу получить широкую европодгибку, поэтому вторую строчку-линейку я буду прокладывать на 3,2 см от края. Я буду ориентироваться вот на эту отметку на игольной пластине. Ширину этой подгибки можно делать разную. Ориентируйтесь на вашу ткань, на вашу разметку. Также прокладываю строчку-линейку по всему периметру. Я сосредотачиваю свое внимание именно на том, чтобы у меня заутюжка, сгиб, шел по отметке. При прокладывании второй строчки-линейке до самого края мы можем не доходить. Остается пара сантиметров, можно поворачивать ткань. Начинать также мы можем не с самого края. Закрепки в данном случае также мы не ставим. По второй проложенной строчке-линейке также делаем заутюжку на изнаночную сторону по всему периметру. Вторую заутюжку сделали. Проверяем, что она у нас одинаковая по ширине. Можно замерить линеечкой, можно просто вот так сложить и проверить, что ширина заутюжки одинаковая. На данном этапе особое внимание обращаем на углы. Они должны быть у нас прямые углы. Также мы их проверяем либо по шаблону, либо по угольнику, чтобы здесь не было перекоса. Что делаем дальше? Вот наш заутюженный уголок и мы отмечаем, где пересекаются стороны. У меня эта ручка с терморазрушающейся пастой, поэтому не пугайтесь, что я рисую шариковой ручкой на ткани. Это все уйдет после утюжки. По всем четырем углам делаем такие отметки. Теперь по второй заутюжке мы разворачиваем. Первая заутюжка остается наизнанку приутюженная. Соединяем лицом к лицу отметки и фиксируем булавкой. Здесь также можно чуть-чуть себе наизнанку ее перенести, потому что именно от этой отметки мы будем прокладывать строчку, которая нам оформит уголок. Смотрите, вот пересечение наших заутюжек. Мы соединяем прямой линией отметку и пересечение заутюжек. Линия получается под углом 45 градусов. По нарисованной прямой линии прокладываем строчку. В начале и в конце ставим закрепки. Таким же образом оформляем все четыре угла. Давайте еще раз. Одна отметка. Вторая отметка. Соединяю их лицо к лицу. Следим, чтобы у нас сгибы совпадали очень точно, чтобы после прокладывания строчки там у нас не получилась ступенька. Переношу отметки вот сюда, на изнаночную сторону. Вот пересечение заутюжек. Вот отметка. Соединяем их прямой линией. И по этой линии будем прокладывать строчку, оформляя уголок. Длину стежка уменьшаю до двух миллиметров. В начале и в конце шва делаю закрепку. В конце строчки следим, чтобы сгибы у нас были на одном уровне. Должно получиться вот так. Строчка и сгибы на одном уровне. Все углы собрали, качество строчки проверили. Теперь подрезаем вот эти углы, оставляем 0,5 до строчки. Этот уголок также срезаем. Здесь у нас остается где-то 0,2-0,3 до строчки. Полученные срезы разутюживаем. Удобнее всего такие срезы разутюживать с использованием специальной утюжильной колодки. Вот так должно получиться. И теперь эти углы мы выворачиваем. И выправляем с помощью колышка. И приутюживаем подгибку. Ткань верха приобрела свои окончательные размеры. Замеряем, что получилось. У меня получилось 42,5 см. Это ширина. И 54 см. Это длина. Краим термопрослойку из утеплителя и подкладку на 0,5 меньше по всем сторонам. То есть, если у меня длина 54 см. Я уберу 0,5 здесь, 0,5 здесь. У меня останется 53 см. Если ширина у меня 42,5 см. Я убираю 0,5 здесь, 0,5 здесь. И ширина для подкладки и термопрослойки у меня будет 41,5 см. Если для работы вы будете использовать вот такой пушистый утеплитель, то есть с воздушными прослойками, то его необходимо сначала сделать более плоским. Я покажу на образце. Накрываем проутюжильником. И проходим со спаром. Просто переставляем утюг. И слегка прижимаем. Обработали с одной стороны, перевернули. Обработали с другой стороны. Вот для сравнения, что у нас было. И что у нас стало. Утеплитель стал тонкий, но более такой вот плотный. Когда такую термообработку утеплителя провели, вырезаем термопрокладку нужного нам размера. Вот вырезаны нужного размера термопрокладка и подкладка. Соединяем их вместе булавками. И дальше мы должны их соединить в единую деталь по всему периметру. То есть мы должны соединить прокладку и подкладку, проложив прямую строчку на 1 см от среза. По своему утеплителю я также прошлась с паром через проутюжильник. Без проутюжильника он приклеится к подошве утюга. Я обработала его паром для того, чтобы сделать более тонким и спрессовать слои между собой. Если где-то на каких-то участках детали точно не совмещаются, в этом нет ничего страшного, потому что на 3 см они будут у нас закрыты под гибкой верхней детали. Совмещенные детали прокладки и подкладки должны у нас лежать абсолютно плоско. То есть нам не надо ничего натягивать. Все должно быть ровненько. Прокладываем строчку. Длину стежка увеличиваем до 4 см. И соединяем детали. При прокладывании строчки следим, чтобы слои друг относительно друга не смещались. Если вы работаете на бытовой машине, то на эту операцию очень удобно ставить шагающую лапку. Берем подготовленную верхнюю деталь и под подгибку размещаем внутреннюю деталь. Следим, чтобы внутренняя деталь относительно внешне располагалась у нас равномерно. То есть, чтобы не было такого, что она у нас куда-то сбилась в одну сторону, подвернулась, уложили все, проверили. По периметру зафиксировали булавками. И теперь будем прокладывать окончательную строчку на 0,1 от сгиба верхней детали. Перед прокладыванием окончательной строчки также мы можем весь наш пакет материалов приутюжить для того, чтобы уравнять их, чтобы они там улеглись хорошо и чтобы нам проще было впоследствии работать. Строчку буду прокладывать с изнанки на 0,1 от сгиба. Здесь булавками все зафиксировано, но все равно нужно следить, чтобы утеплитель с подкладкой у нас не перекашивала. Если вы шьете на бытовой машине, для этой операции также мы можем использовать шагающую лапку. Наше изделие полностью готово. Что еще можно сделать? Если у вас на машине есть красивые декоративные строчки, то можно с лица, используя проложенную строчку как строчку-линейку, проложить в декоративные строчки. Я, возможно, так и сделаю, потому что из-за перекоса в ткани такое ощущение, что прошито неровно. Хотя я промерила ширину по всему периметру 31-32 мм. То есть разница в пределах допустимой погрешности. А может быть просто глаз присмотрится и эту неровность перестанешь замечать. Ланчмат готов. Осталось удалить строчку-линейку. Так как мы стежок делали длинной, 4 мм, она удалится здесь безо всяких проблем. Просто выдергиваем и все. После этого еще раз приутюживаем и наша красота готова. Если видео вам понравилось, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, а еще нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Ровных вам строчек и красивых ланчматов. С вами была Ольга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова